Снова прошу приветствовать Великий Магистр Ордена Куртуазных Манеристов Вадим Степанцов. Спасибо, спасибо. Саша неожиданно резко начал наш сегодняшний вечер без такого обычного плавного свойственного ему перехода. Но я подхвачу перчатку и неожиданно для себя продолжу автомобильную тему. Продолжу я его одним своим стихотворением, одним чужим. Я любил поджигать кадиллаки. Написалось мне такое, когда я еще не был умудрен. И автомобили я различал только по признаку отечественные или импортные. Я сейчас плохо в них разбираюсь, но как-то так кататься могу. Я любил поджигать кадиллаки. Хоть и был я не очень богат. Но буржуи, такие собаки, норовили всучить суррогат. Подожги, говорили Вадюша, хоть вот этот поганенький джип. Нет, давай кадиллак, дорогуша, если ты не петуха-мужик. И обиделись вдруг богатеи, что какой-то пьянчуга-поэт вытворяет такие затеи, а они, получается, нет. Да, ни в чем не терпел я отказа. Власть я шибко большую имел. Ведь чесались сильнее, чем от сглаза, от моих пиетических стрел. И боялись меня хуже смерти. Все министры, менты и воры. А потом сговорились ведь черти. И отрыли свои топоры. Дали денег, приказ подмахнули. И услали меня в Парагвай. Стал я там атташе по культуре. А работа? Лишь пей, наливай. Познакомился с девкой хорошей. Хуанитую звали ее. Часто хвост ей и гриву ерошил, загоняя под кожу дубье. Но ревнива была осмодейка. И колдунья была, вот ты крест. И при мне угрожало всем девкам, что порша у них сиськи отъест. Целый год остальные мучачи за версту обходили меня. И тогда Хуаниту на даче утопил я. Такая фигня. Вот иду я однажды по сельве с негритянкой смазливой одной. Запустил пятерню ей в куделье и притиснул к платану спиной. Ну-ка, думаю, черная стерлядь, щас ты мне соловьем запоешь. Вдруг откуда-то из-за деревьев просвистел ржавый кухонный нож. И вонзился девчоночке в горло. Кровь мне брызнула прямо в лицо. И нечистая сила поперла из густых парагвайских лесов. Мчатся три одноногих гаучо на скелетах своих лошадей. Ведьмы, зомби и пако пердучо, выгрызающий мозг у людей. И под ручку с бароном субботой, жгучий уголь в глазах затая. Вся в пиявках и тени болотной, хуанита шагает моя. В общем, съели меня, растерзали. Не нашлось ни костей, ни волос. Лишь от ветра с платану упали мой ремень и обгрызенный нос. В Парагвае меня схоронили. Там, в провинции Крем-де-Кокос, В одинокой скорбной могиле мой курносый покоится нос. В полнолуние он вылезает, Обоняет цветы и плоды, И к девчонкам в постель заползает, Чтоб заснуть себя кое-куды. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...